Куба из-за коммунизма Куба из-за коммунистической модели 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 Журналист The Washington Post Адам Голдман пишет Разведслужба Америки пыталась вести войну против Аль-Каиды При помощи игрушек Цель проекта была проста Напугать детей и их родителей Заставив их отвернуться от настоящего Бен Ладена Говорится в статье Операция по созданию фигурок получила кодовое название Глаза дьявола Цитата Как удалось выяснить изданию, в 2005 году в ЦРУ приступили к разработке игрушечного Бен Ладена по особому заказу. Лицо игрушки было окрашено специальным веществом, которое исчезало при нагревании, представляя взору краснолицего Бен Ладена, похожего на демона, с пронзительными зелеными глазами и черными метками на лице, описывает игрушку автор. О том, сколько таких зловещих изделий американцы раздали детям, ходят споры. Кто-то говорит, что их были сотни, кто-то уверяет, что было изготовлено лишь три фигурки, и то, чтобы получить конечное представление о продукте, пишет Адам Голдман. Операция «Глаза дьявола» имеет все признаки того, что в разведывательных кругах называют операцией влияния, полагает журналист. Цитата. В рамках своих тайных программ управление десятилетиями старалось завоевать сердца и умы местного населения, чтобы отвратить их от той или иной идеологии, подытоживает автор. Для правительств развивающихся стран обычным делом является облагать жизненно важные препараты таможенными пошлинами и другими видами налогов, пишет журналист. Хотя эти меры приносят умеренный доход, они приводят к удорожанию соответствующих препаратов, что может сделать их недоступными для тех, кто больше всего в них нуждается. Цитата. Согласно исследованию 2012 года, проведенному Всемирной торговой организацией, Аргентина, Бразилия и Индия облагают импортные лекарства пошлинами в размере около 10%, а, например, Алжир и Руанда — 15%. В Джибути пошлина составляет 26%, говорится в статье. В этом году Китай присоединился к 13 другим странам-членам ВТО, призывающим отменить пошлины на товары, связанные с охраной окружающей среды. Китай, Индия и другие страны БРИКС должны образовать аналогичную коалицию для борьбы за отмену фармацевтических пошлин, тем самым расширяя доступ к здравоохранению во всем развивающемся мире. Больные и немощные всего мира не должны страдать без необходимости, констатирует автор. И в завершении новостного обзора «Темная сторона романа 50 оттенков серого». Этот эротический роман уже обвинили в том, что он послужил причиной участившихся вызовов спасателей для освобождения людей, закованных в наручники. Пишет The Independent. Но сейчас авторитетный доктор предупреждает, что мировой бестселлер может быть связан с ростом заболеваний, передающихся половым путем среди пожилых пар. Говорится в статье. Цитата. «Роман Эрики Леонард Джеймс, отражающий тему судомазохизма, разошелся тиражом более 100 миллионов экземпляров и будет экранизирован. По официальным данным, с момента выхода книги в 2011 году наблюдается рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем среди людей 45 лет и старше», сообщает автор и завершает статью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова